Складывается впечатление, что армянский премьер взял обязательство приехать на инициированный Вашингтоном форум по демократии, куда в отличие от Баку приглашен Ереван. Рассматриваемый США как член глобального демократического фронта, с новостями о подрыве российского влияния в регионе передает Кавказское бюро. Причина обострения на границе заключается в фактическом срыве со стороны Армении договоренности о начале процесса демаркации и делимитации границы. Как известно, переговоры в данном направлении при посредничестве соответствующих российских структур уже давно ведутся за закрытыми дверьми. Уже в середине октября практически все вопросы по методологии и технике данного процесса были согласованы. Именно в связи с этим в своем выступлении на Валдайском форуме президент Владимир Путин фактически анонсировал близость такого соглашения. Официально обнародовать согласие сторон планировалось 9 ноября, в годовщину подписания при посредничестве России трехстороннего заявления, остановившего 44-дневную войну прошлого года. Однако этого не случилось. Напротив, в Армении начали происходить странные события, не укладывающиеся в логику близкого соглашения. Вначале Пашинян заявил о том, что советские карты сами по себе не могут являться основанием для делимитации. Потом явно с провокационной целью зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе посетил министр обороны Армении. В годовщину окончания войны в Ереване прошел явно русофобский митинг под лозунгом «Прощай, немытая Россия». И, наконец, пиком саботажа ожидаемых договоренностей по границе стал теракт представителя незаконных армянских вооруженных формирований против азербайджанского блокпоста в Шуша в присутствии российских миротворцев. Сразу за террористическим актом в армянских соцсетях последовала кампания угроз в адрес российских миротворцев в случае передачи террориста, совершившего теракт на международно признанной азербайджанской территории азербайджанским же властям. Все это нельзя расценивать иначе, как целенаправленные действия властей Армении, провоцирующие срыв соглашения по делимитации границы, важного элемента послевоенной стабильности в регионе. Проводимая параллельно с этим кампания по дискредитации России и роли российских миротворцев дает основания полагать, что Ереван не заинтересован в том, чтобы один из ключевых камней в фундамент архитектуры стабильности на Южном Кавказе был заложен именно под российские гарантии. Пойдя на явные провокации, Армения, с одной стороны, пытается спровоцировать Россию на прямое вовлечение в конфликт, что будет означать конец российской роли посредника в установлении мира. С другой, дискредитировать ее роль в случае отказа России от такого вовлечения, что сейчас Москве абсолютно не нужно. Единственным логическим объяснением саботажа Ереваном в отношении собственного союзника является реализация стратегической линии армянских властей вовлечь в процесс регионального урегулирования вне региональных игроков. Складывается впечатление, что армянский премьер взял обязательство приехать на инициированный Вашингтоном форум по демократии, куда в отличие от Баку приглашен Ереван. Рассматриваемый США как член глобального демократического фронта, с новостями о подрыве российского влияния в регионе. В этих условиях в Баку не только теряют терпение. У Азербайджана складывается устойчивое мнение, что под завесу благих разговоров Ереван не просто затягивает процесс делимитации границ, а фактически подрывает трехсторонний Азербайджан, Россия, Армения формат урегулирования конфликта, оформивший итоги прошлогодней войны. Планируемое же Ереваном переформатирование процесса чревато для Азербайджана вовлечением явно проармянских Вашингтона и Парижа. Отсюда избранная Баку тактика силового ответа на провокации соседа, направленная на фактическое принуждение Армении даже не к миру, а к окончанию начатого в прошлом году трехсторонним заявлением процесса формального подведения черты под армяно-азербайджанским конфликтом.